Ребята, всем привет! Наконец-то ситуация с МТС сдвинулась с мёртвой точки. Сегодня со мной связался представитель компании МТС, позвонил мне на мой телефон, и я записал наш разговор. В общем, они, видать, поняли свою виновность, и они сейчас готовы сгладить свою вину. Короче, слушайте, о чём мы с ним договорились. Отвечаю в том числе за Томск. Смотрите, я в курсе ситуации, которая на выходных случилась, неприятная. Мы с вами по вине нашей компании. И, во-первых, хотел бы принести извинения за то, что вышла такая ситуация, и вы вынуждены были ездить несколько раз в салон. С другой стороны, сказать, что мы готовы вам привезти ваш аппарат, куда вы скажете. Во-первых. Во-вторых, сейчас обсуждаем вопрос компенсации. Я, наверное, чуть позже позвоню, скажу там, что какие есть варианты по поводу компенсации, что мы вам можем предложить. Ну и, собственно говоря, как бы таким образом загладить вот эту вот неприятную ситуацию, которая возникла. Ну, хорошо. Хорошо, в принципе, это было бы неплохо, конечно. Да. Давайте, наверное, каким образом посмотрим. Вы скажете, куда подвезти, а я с своей стороны сейчас организую людей. Телефон куда подвезти, да? Тот, который... Да, да, да. Ну, записывайте. Да, записываю. Город Юрга, Кемеровская область, город Юрга. Правильно? Да, да, да. Так. Окей. В какое удобное время там, ну, вас можно застать по этому адресу? Да, знаете, в принципе, я не работаю, я дома все время сижу, так что в любое вообще абсолютно время. Отлично. Отлично. Я думаю, что вам предварительно позвонят, когда уже будут подъезжать. Вот. Ну и тогда не прощайся, я попозже наберу, скажу, как мы там сможем... Ну, хорошо. Ладно, давайте, буду ждать тогда звонка. Ага. Спасибо большое. Ну, ладно, с нами. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Извините, что так поздно звонил. Мы относительно доставки договорились. Завтра в районе 14.00 аппарат к вам приедет. Хорошо. Второй момент. Второй момент. Относительно компенсации. Сейчас там в процессе с коммерческим отделом обсуждаем, как это все будет выглядеть. Немножко бюрократия нам мешает делать это оперативно. Я вам завтра с первой половины дня наберу и сообщу уже окончательно. То есть так, чтобы успели все привести сразу же вместе с аппаратом. Хорошо? Да, все понял. Ладно, хорошо. Хорошо. Ага. Спасибо и приятного вечера. Все, спасибо вам. До свидания. В итоге завтра они должны доставить мне мой iPhone 6s и отдать какую-то сумму в качестве компенсации за то, что я прокатал деньги в этот Томск, за то, что я тратился на билеты на автобус, за то, что я там тратился на билеты на передвижение по городу, на автобус городской, на то, что я там еду себе покупал. Ну, то есть вот на эти все расходы, я думаю, они мне какую-то часть денег обязательно должны возместить. Пока не знаю, какую он мне сказал, как вы слышали. Он просто сказал, что завтра, когда приедет этот человек отдавать телефон, скорее всего, он мне просто отдаст наличкой именно вот эти вот какую-то определенную сумму. Завтра в 2 мне нужно быть дома, потому что примерно в 2 часа приедет человек и привезет мне мой iPhone. Это очень хорошо, потому что я не хотел уже категорически ехать опять в этот салон связи, опять ехать в этот Томск, тем более у нас сейчас выпало много снега, дорога плохая, погода ужасная. И я очень доволен, что наконец-то они со мной связались и пошли мне навстречу и мне доставят мой телефон. Завтра я сниму видео, чем все-таки эта ситуация закончится, мне самому очень интересно. Надеюсь, что все хорошо закончится. Всем спасибо за просмотр и всем пока!